А теперь мы просто-напросто сделаем простую переноску, потому что часто бывает в доме нужно удлинить, либо дополнить провод, сделать так называемую переноску для того, чтобы подключить какие-то дополнительные электрические приборы. Для этого мы берем розетку, вы можете на два, на три, на четыре поста взять, но так как у меня одноместная розетка здесь, поэтому подключать будем ее для того, чтобы сделать переноску. Откручиваем корпус в розетке, вот что она представляет, эта розетка внутри, и нам нужно подключить вот к этим двум клеймам, то есть провода у нас должны войти в эти отверстия. Для этого освобождаем отверстия, чтобы мы могли вставить провода. Значит, у розетки обязательно внутри есть вот такие вот выемки для того, чтобы можно было потом сделать прорезь, чтобы выпустить провод. То есть мы либо вырезаем ножом, у некоторых есть и уже более таки с большой перфорацией, то есть просто выламывается небольшой отрезок, но здесь довольно-таки-то она толстоватый корпус. Вот еще можно будет пропустить через внутренний, то есть вот это вот отверстие, перфорацию выбрать и провести сюда кабель. Можно здесь вот таким образом выбрать, как вам нужно, в зависимости от того, куда вы хотите выпустить провод. Ну давайте я уже закончу здесь, чтобы у нас провод лег нормально. Ну вот где-то так. И теперь соединяем мы с розеткой. Так, один провод. Второй провод. Все, я проверяю и закрываю корпус. Все, на место закручиваем. Плоская, наверное, откаточка, проще будет. Все, у нас переноска готова. Подключаем вилочку. Для этого нам ее надо разобрать. Бывает двух типов вилок. Старого образца, нового образца. Она у меня нового образца и без заземляющего контакта. То есть она универсальная, но без заземляющего контакта. Так как во многих старых электрических сетях еще до сих пор действует двухпроводная электрическая цепь без системы заземления. Поэтому я буду показывать на примере такой цепи по двухпроводной. Значит, здесь откручиваем вот эти вот винты для того, чтобы у нас здесь отверстие для проводов осталось свободным. Чтобы винты нам не мешали. Здесь зажимается уже сам провод. То есть тоже его впускаем. Давайте я полностью откручу, чтобы уж не мучиться. Вот так вот закину. Вилки тоже разные бывают, но я взял просеньку для того, чтобы вам все это наглядно показать. Какую выбирать, это конечно уже ваш выбор, на какой вы остановитесь. Вот я вижу, у меня здесь свободное отверстие. И я сюда могу свободно вставить теперь провода. Чтобы потом собрать вилку, нам нужно вот этот вот корпус одеть. Сперва на провод, а потом уже все это дело соединять. Второй провод тоже, как видите, заходит туда до изоляции. Если у вас будет вылезать, в принципе, если немножко будет вылезать, не так страшно. Ну, не надо, чтобы провод без изоляции здесь оставался. Не дай бог, где-нибудь большая будет нагрузка, он может просто-напросто прошить между собой. Редко, конечно, это бывает, но бывает. Поэтому лучше, чтобы провода оставались в изоляции. Так, здесь теперь фиксируем наш провод, чтобы он не разъезжался. Так, все зафиксировали и теперь одеваем корпус. Одеваем корпус и собираем саму вилку. Вот и наша вилочка уже готова. Как видите, здесь все в изоляции. Ничего лишнего у нас не высовывается. Вилка готова для своей работы. Значит, также зачищаем провода и подключаем к патрону. У данного патрона это керамический патрон. Есть карболитовые еще патроны и с другим способом присоединения. Но это не столь важно. Самое главное, чтобы эти два провода соединить нам вот с этими входами в этот патрон. То же самое. Вставляю я провод вовнутрь. Из-за того, что здесь очень маленький винтик, я использую вот эту вот универсальную отверточку. Потому, что тура отверткой большой, крестообразной, я уже просто-напросто к этому винту не подберусь. И обязательно проверяю, насколько хорошо закреплена. То есть, чуть закрепил, подергал, не выскакивает ли провод, для того, чтобы убедиться, что наш контакт будет качественный. Вставляю второй провод. Все, также закручиваю, пробую. Все, у нас патрон. Подключение патрона готово. Вкручиваем лампочку.